ПРАВДА ОБ НЛО Мексиканские военные накрыли материей некий объект и поместили его в грузовик. Впоследствии все эти люди таинственным образом погибли. Правительство США отреагировало очень быстро и очень организованно. Мексиканский розмин. Кояме, Мексика. Этот маленький город даже не обозначен на некоторых картах. Город, медленно поглощаемый мексиканской пустыней. Место, где растениям живется легче, чем людям. Кояме располагается на севере мексиканского штата Чихуахуа. Площадь нашего города составляет 700 квадратных метров. И у нас приблизительно 2000 жителей. Это тихое, красивое место. Многие считают, что это самое красивое место на Земле. Здесь нет библиотеки, архивов и местного историка. Но это не значит, что у города нет своей истории. Она передается в Кояме из уст уста. Именно из устной истории поступили свидетельства о воздушном столкновении, произошедшем здесь всего лишь три десятка лет назад. Все началось с вылета гражданского самолета из Эль-Паса, Техас, в направлении Мехико-Сити. 25 августа 1974 года Самолет летел в Мехико-Сити. И с ним произошла какая-то авария. Говорят, что столкновение самолета с НЛО произошло в черте города. И кто-то даже это видел. Я не думаю, что это вымысел. Как можно такое выдумать? Это правда. 25 августа 1974 года Час, 7 минут, ночи. Тихая летняя ночь Коямы. Городские обитатели начинают готовиться ко сну. На расстоянии 800 километров от города система ПВО США неожиданно обнаруживает неизвестный объект, несущийся над Берсиканским заливом со скоростью 4000 километров в час на высоте 25 километров. Об объекте определенно можно сказать только одно. Он не был создан человеком. Сначала диспетчерам показалось, что это просто метеорит. Но через минуту стало ясно. Это нечто совсем иное. Объект спускался и передвигался рывками. Это не было похоже на метеорит. Ведь метеориты спускаются только по дуге. Казалось, что объект держит курс на корпус Кристи, Техас. Американские ПВО были приведены в боевую готовность. Вскоре неопознанный летающий объект изменил направление, повернув налево, и вошел в мексиканское воздушное пространство, всего в 80 километрах к югу от Браунсвилля, Штат, Техас. США продолжали наблюдать за этим странным космическим кораблем, проносящимся теперь уже над Мексикой. Однако радару не удалось зафиксировать небольшой самолет, следующий прямо навстречу НЛО. А знаете, чем еще интересен этот случай? Примерно в то же самое время из Эль-Пасо, по направлению к Мехико-Сити, летел еще один самолет. Вот так вот. Под покровом ночи этот частный летательный аппарат из Эль-Пасо направлялся к мексиканской столице. Однако ему не суждено было долететь до места назначения. В то же самое время американские военные увидели, как неопознанный летающий объект исчез с экранов радара. Случилось непредвиденно. НЛО и самолет столкнулись. Одна из гипотез заключалась в том, что произошло что-то вроде столкновения, в котором пострадали и корабль, и самолет. 26 августа 1974 года, 8 часов утра. Через 9 часов после того, как гражданский самолет исчез над пустыней, мексиканская поисковая группа отправляется на поиски упавшего самолета. Американские спецслужбы ведут радиоперехват через границу. В 10.35 утра американцы зафиксировали сообщение мексиканских военных. Обломки пропавшего самолета обнаружены совсем рядом с Кояме. Чуть позже, в эфир прошло еще одно шокирующее сообщение. Были найдены обломки второго летательного аппарата, и это был уже не самолет. Мексиканская поисковая команда обнаружила серебряный диск правильной формы диаметром 5 метров и с выпуклостями толщиной в полтора метра на обеих сторонах. Что-то вроде блюдца. Поверхность этого блюдца выглядит как полированная сталь. На ней нет никаких маркировок и надписей. Тела внутри не обнаружены. Однако в двух местах видны следы повреждений, возможно, вызванные столкновением с гражданским самолетом и последующим падением на землю. Мексиканские официальные лица объявляют запрет на радиопереговоры при проведении всех поисковых работ. Тем временем, официальные лица США обращаются к мексиканскому правительству с предложением о содействии в поисковых работах. Им отвечают отказом. Как всегда, мексиканцы все отрицали. Они сказали, что это всего-навсего крушение самолета. Пока мексиканская поисковая команда собирает обломки крушений, Соединенные Штаты занимаются формированием собственного элитного поискового подразделения Форт Близ, штат Техас. Это подразделение включает в себя 4 вертолета, 3 самолета-истребители и большой морской вертолет «Сталион». Это подразделение, полностью обученное и готовое приступить к заданию в любой момент, ждало своего часа, пока разведка США прощупывала ситуацию. США снова держали ситуацию под контролем с помощью шпионажа. Но это не только шпионы. Это и космическая система наблюдения со спутника, и самолеты, кружащие на небольшой высоте. То есть целая сеть. Как становится известно американской разведке, мексиканцы поместили НЛО на платформу грузовика и увезли его с места катастрофы. Американцы смогли разглядеть несколько мертвых тел, из чего они сделали вывод, что там имело место насилие, причем необъяснимое. 27 августа, в 2 часа 38 минут, военные, до конца не понимая, что же произошло, дали зеленый свет своей поисковой бригаде. 4 вертолета немедленно вылетели из Форт Блисс. Одно абсолютно очевидно в этой истории, правительство Соединенных Штатов отреагировало очень профессионально, очень быстро и очень организованно. У них была готова команда Форт Блисс, которую мгновенно перебросили на место происшествия. Проделывать такое им было не впервой. Но ничто не подготовило американцев к тому, что они обнаружили. Одетые в защитные костюмы, американские солдаты приблизились к мертвым членам конвоя. Тогда у них не было времени разбираться, что убило мексиканскую группу. Однако у исследователей НЛО имеются свои теории на этот счет. Лично я придерживаюсь теории, согласно которой они каким-то образом вступили в контакт с отравляющим веществом бактериологического происхождения, занесенным в наш мир извне. Именно это их убило. Причем убило достаточно жестоко. Поисковая команда США приступает к делу. Они обнаружили серебристый НЛО, пятиметрового диаметра, закрепленный на платформе грузовика. Диск был подвешен к тросу морского вертолета «Сталион». Этот аппарат весом примерно в 700 килограммов подняли в воздух и отправили в США. Разобравшись с транспортировкой объекта, военные начали расследование обстоятельств гибели мексиканского конвоя. У них возникло немало вопросов. Забрав обломки и тела мексиканской поисковой группы, они устроили взрыв на месте крушения. Вы спросите, для чего? Им нужно было спрятать доказательства. Сделав свою работу, поисковая команда возвращается на базу. Куда точно перевезли НЛО неизвестно. Некоторые предполагают, что в Форт Блис, Атланта, или на базу ВВС Райт Паттерсон. Это беспрецедентное событие, и его можно сравнить только с тем, что случилось в Розвилле, в Нью-Мексико, в США. Даже если история крушения НЛО в 1974 году правдива, никаких подтверждающих ее улик осталось. Описание крушения удалось сохранить, лишь передавая его из уст в уста. От поколения к поколению. Но мало кто воспринимал всерьез эти рассказы. Все изменилось в 1991 году. В тот год ни один, ни два, а как сообщалось, десятки НЛО появились над Мексикой. Все наблюдения 1991 года делают достоверными тот факт, что совершенно не связанные между собой люди, судя по описаниям, видели одно и то же, в одно и то же время, в один и тот же день, при этом находясь сотнях километров друг от друга. Около трех десятилетий Мексиканская пустыня является сценой, на которой разыгрываются невероятные истории. Уже давно ходили слухи о том, что один аппарат разбился в Мексике. Некий объект вошел в нашу атмосферу, но на границе с США, и он столкнулся с небольшим самолетом. Это наводит на определенные мысли. На протяжении последних двух десятилетий Мексика стала свидетелем происшествий с участием НЛО, которые могут затмить все остальные известные меру случаев появления пришельцев. Однако событие, которое заставило мексиканцев внимательно отнестись к тому, что происходит у них в небе, произошло далеко не сразу. В июле 91-го года ожидалось одно из самых продолжительных солнечных затмений. В полном объеме его можно было наблюдать в узком географическом поясе, включавшем центральную Мексику. Уже за год все мексиканцы... Все мексиканцы начали готовиться к встрече затмения 1991-го года. Я хочу сказать, что это было целое событие. По всей стране люди ждали затмения. Это было очень важное событие. Хотя затмения, естественно, случались и раньше, но они не шли ни в какое сравнение с этим. Сразу после часа дня небеса над Мексикой темнеют. Астрономы настраивают телескопы. Миллионы людей пристально смотрят в небеса. В 1991-м году, благодаря новым технологиям, видеокамеры получили повсеместное распространение. В тот день многие мексиканцы использовали их, чтобы зафиксировать момент, когда Луна заслонит с собой Солнце. Посмотрев свои съемки, они были шокированы. Любопытно, что во время этого затмения я слышал, как некоторые люди вокруг нас говорили, смотрите-ка, а что там еще? Некоторые люди снимали это на пленке. Они видели металлические объекты с отчетливо различимым купором. Такое обычно называют летающей тарелкой. Мехико. Со всех концов Мексики приходят видеоматериалы, зафиксировавшие некий странный серебристый объект, зависающий в небе. Эти появившиеся во время затмения НЛО моментально стали самой горячей и обсуждаемой темой в стране. Хотя многие тут же уверенно заявили, что Мексику посетили пришельцы, скептики не спешили соглашаться. Они выдвигали собственные версии. Это было одно из величайших событий Верка, если говорить об астрономических явлениях. Сотни и тысячи астрономов со всего света съехались в Мехико и другие города, откуда можно было наблюдать затмения. При этом ни один профессиональный астроном не сообщал о том, что видел нечто особенное или выходящее из ряда вон. Согласитесь, это говорит о многом. Профессиональные астрономы тут же ставят под сомнение любые заявления об НЛО и взамен предлагают более научное объяснение. Когда Солнце полностью закрыто Луной, как это было в Мексике в тот день, на несколько минут становятся видимыми яркие звезды и планеты. И, кстати, Венера была очень яркой, так что ее легко можно было принять за НЛО. Некоторые считают, что именно Венера сбила людей с толку. Однако сторонникам теории НЛО такое объяснение скептиков представляется сомнительным. Поскольку так много людей в разных городах зафиксировало эти объекты, некоторые предположили, что это была планета Венера. Однако Венера точно находилась в другом положении. Это легко можно установить по пленкам. Во время затмения произошла одна странная вещь. Уже впоследствии, когда мы начинали анализировать и просматривать эти видеоматериалы, то осознавали, что некоторые из них зафиксировали передвижение объекта. Вы же понимаете, что Венера не могла начать перемещаться у людей на глазах. Это обстоятельство позволяет думать, что мы действительно имели дело с НЛО. Съемки 1991 года спровоцировали бурный всплеск интереса к НЛО в Мексике. Начиная с затмения 1991 года, количество появлений НЛО росло как снежный ком. И это позволяло интересующимся пришельцами людям все чаще фиксировать на пленку различные явления. И я считаю, что эта тенденция очень позитивная. Хотя мексиканский бум НЛО для большинства людей оказался неожиданностью, некоторые уфологи считают, что он был предсказан более тысячелетия назад. Цивилизация Майя занимает особое место в истории человечества. На протяжении более 600 лет они строили города, сооружали резервуары и храмы в форме пирамид, а также накопили невероятные познания в астрономии. Невероятно, насколько много Майя знали о небе и планетах. Они были неплохо оснащены и вели наблюдения. Они знали, как движутся небесные тела, и умели предсказывать любое значимое явление, возникающее в небе. Майя заносили свои знания в складные книги, которые назывались кодексами. Большинство этих текстов впоследствии были сожжены испанскими священниками. До наших дней дошли только четыре кодекса Майя. Среди них Дрезденский кодекс. Документ, позволяющий получить некоторые представления об астральной мудрости древнего народа. Это астрономия в чистом виде. Луна, Солнце, созвездия, все там есть. Любой, кто изучал и анализировал это, понимает, что документы Майя – настоящее сокровище. Помимо этого, в кодексе содержатся таблицы с циклами солнечных затмений. Затмение 1991 года в точности предсказано Дрезденским кодексом Майя. Но это еще не все тайны древних документов. В нем также говорится о встрече со звездными братьями, или, проще говоря, инопланетянами. Когда я ознакомился с этой информацией, то испытал настоящий шок. Получается, Майя уже тогда знали, в какой именно день Мексику посетят НЛО. Вы представляете, что это совпадение, или они действительно были пророками? Я просто потрясен. Потрясен до глубины души. Я потрясен. Потрясен. Многие мексиканцы сошлись во мнении, что в стране творятся экстраординарные события. Бум НЛО превратился в подлинное цунами. Мексиканцы продолжали с волнением наблюдать за тем, как тема НЛО приобретает глобальный размах. Уфологи указывают на то, что отчасти этому буму способствовала урожденная непосредственность самих мексиканцев. На протяжении столетий мексиканцы увлекались легендами, историями, эльфами, феями и прочей нечистью. В психологическом плане это подготовило почву для позитивного восприятия экстраординарных явлений. Именно поэтому мексиканец редко говорит, это все выдумка, потому что я сам этого не видел. Он морально готов к встрече с непознанным. И это прекрасно. Представьте, рядовой мексиканец уже готов к встрече с чудом. Однако скептики утверждают, что феномен мексиканского бума НЛО это скорее социальное явление, чем результат реальных посещений этой страны маленькими зелеными человечками. Появления НЛО, как правило, сопровождаются всплеском интереса к ним. А информационные бумы напрямую связаны с количеством упоминаний подобных явлений в прессе, ведь газеты и телевидение были просто заполнены историями об НЛО. Люди начали уделять им больше внимания. Со времен самых первых появлений НЛО, очевидцы постоянно становились объектами извительных насмешек. Их изображали на карикатурах дурачками, не способными распознать летающем объекте обычный самолет. Но что происходит, когда свидетелем является кто-то, не вписывающийся в такую категорию? Что если это человек с серьезной репутацией и карьерой? Что если очевидец не просто разбирается в самолетах, но и сам управляет ими? Раймундо Сервантес налетал 17 тысяч часов за более 40 лет полета. Ему казалось, что при таком стаже он уже все повидал в этом мире. 28 июля 1994 года. Командир Сервантес пилотирует рейс 120 компанией Аэромексико из Гуадалахара в Мехико. Он уже неоднократно летал по этому маршруту прежде и не ожидал никаких проблем. Небо было чистым. Как говорят летчики, можно было увидеть завтрашний день. И я вам скажу, мы его увидели. Приблизившись к международному аэропорту Мехико, Сервантес задает своему DC-9 курс на посадку. На высоте полутора тысяч метров он получает из диспетчерской сигнал «Путь свободен» и готовится выпустить шасси для приземления. Я даю приказ выпустить передние шасси. И в этот момент мы ощущаем сильный удар по корпусу. Мощнейший удар. Такого не было в инструкции. Самолет начинает трясти. И у Сервантеса не остается сомнений в том, что машина столкнулась с чем-то в воздухе. Однако на расследовании уже нет времени, и пилот продолжает идти на снижение. Летчик среагировал на ЧП профессионально. В этот момент я объявляю аварийное положение и запрашиваю участок для проведения аварийных мер. Нужно было подготовить служащих аэропорта к оказанию помощи пассажирам в случае экстренного приземления. А это самое главное в нашей работе. Не располагая достоверной информации о состоянии своего шасси, Сервантес в первую очередь принял меры по обеспечению безопасности. Но тут мы выравниваем самолет, пытаемся мягко приземлиться, управляясь передними шасси. Они меня больше всего беспокоили. Если они повреждены, то можно смягчить удар, а взлетную полосу снизив скорость. Мы выпускаем передние шасси, и, к нашему удивлению, удара не происходит. Вы не представляете себе, какое облегчение я испытал в тот момент. И, думаю, все пассажиры и весь экипаж тоже. Катастрофа предотвращена. Командир Сервантес высказывает предположение, что какой-то вертолет задел его DC-9, подойдя слишком близко. Однако записи радара диспетчерской опровергают эту теорию, а при осмотре самолета обнаруживаются повреждения, порождающие больше вопросов, чем ответов. Инспектор полета, который осматривал этот самолет, обнаружил, что один из гидравлических приводов был разрезан каким-то неизвестным инструментом. И это было очень странно. У нас никогда не было таких инструментов. Так что же стало причиной того, что привод посадочных шасси оказался разрезан? Последующее расследование возложило вину за этот инцидент на изношенность деталей. Авиакомпания отрицала факт столкновения в воздухе. Однако командир «Сервантес» упорно утверждает, что его самолет подвергся удару. На этом история не заканчивается. Странное столкновение рейса 129 начало обрастать новыми фактами. Энрике Колбек, авиадиспетчер, который дежурил той ночью. Узнав об инциденте с рейсом 129, он тут же вспоминает ряд телефонных звонков, поступивших в диспетчерскую чуть ранее, тем же вечером. За час до вылета самолета из Гвадалахара мы получили телефонные звонки из различных мест. И знаете, нам сообщали, что какой-то объект пролетал очень близко от здания, стоящего в конце этих взлетных полос. И это были очень тревожные звонки. Ничего такого не должно было происходить, и я, конечно же, обратил на это внимание. По этим наблюдениям, НЛО находился прямо на пути рейса 129, шедшего на посадку. Многим теория столкновения НЛО и самолета показалась неубедительной. Но спустя несколько дней еще один инцидент в том же аэропорту укрепил подозрения. 8 августа 1994 года второй пилот Карлос Корсо помогал вести самолет рейса 304, компания Аэромехико, следующая из Акапулька на посадку в международный аэропорт Мехико-Сити. Утреннее небо частично было покрыто облаками. Напарник Корсо неотрывно следил за своими приборами. Ничто не предвещало проблем. Он отлично летел, руководствуясь приборами, и был, разумеется, полностью на них сосредоточен. Ну а я отвечал за окружающую обстановку, наружные наблюдения, вел переговоры и, конечно же, помогал ему при посадке. Когда самолет вышел из облаков, потрясенный Корсо обнаружил кое-что неожиданное. Мы снижались с 4000 метров. Только-только вышли из облаков, и тут я вижу этот большой объект перед нами. Я действительно испугался. Я подумал, что мы столкнемся, и у меня вырвалось неожиданно для всех. Господи, мы сейчас в него врежемся. Загадочный объект стрелой промчался мимо, чуть не задев нос самолета. Это был огромный объект. Его длина составляла 15, 20, 25 метров. Из какого-то материала, вроде платины или другого, но точно чистого, без примесей металла. Корсо быстро вернул из самообладания, и он помог посадить самолет без каких-либо инцидентов. Позже он рассказал о том, что наблюдал авиадиспетчеру. Тот, в свою очередь, признался, что Корсо был пятым за неделю пилотом, сообщившим о необычном объекте в небе. Я могу доложить вам. Примерно 99% летчиков, с которыми я говорил, верят, что мы во Вселенной не одни. И доказательства, которые у нас есть, подтверждают это. Мы относимся к этому очень серьезно. Потому что пришельцы способны оказывать влияние на воздушное пространство Мексики. Я абсолютно уверен, существует потенциальная опасность. Мы не знаем, что порождает этот феномен, как он проявляется и почему исчезает. Почти 10 лет спустя, еще один случай, связанный с небом Мексики, потряс весь мир. В отличие от предыдущих контактов, в этот случай верят абсолютно все, включая мексиканское правительство. Каждый год, в ночь на 15 сентября, они собираются вместе. Тысячи людей заполняют главную площадь Мехико-Сити, чтобы увидеть, как их президент звонит в тот самый колокол, который дал сигнал к началу борьбы мексиканцев за независимость. Почти два столетия назад. В следующие 24 часа, город наполняет звуки парадов и торжеств. Однако с начала 90-х День независимости Мексики приобрел еще одну особенность. 15 сентября, это День независимости Мексики, и на улицах столицы проходит военный парад. На протяжении нескольких лет проводится авиашоу. В нем участвуют мексиканские ВВС в полном составе. Они, как правило, летают прямо над Мехико-Сити. Все люди снимают на пленку момент, когда самолеты пролетают над домами. Есть много видеозаписей, на которых рядом с самолетами видны некие объекты. Я сам лично видел несколько записей, на которых они присутствуют. Да я и сам снимал небо в дни парадов. 16 сентября 91-го года. Во время авиапарада любительская камера запечатлела загадочный, ярко светящийся круглый объект. Ровно год спустя на том же месте очевидцы наблюдали другое НЛО в небе. 16 сентября 93-го года. Во время маневров подразделения военных вертолетов серебристый объект был пойман на пленку, лавирующим между ними. Три года, три появления. И никаких комментариев по этому поводу от мексиканских военных. Когда начиналось обсуждение появления НЛО во время парадов, мексиканское правительство не высказывалось ни за, ни против. Они предпочитают не слишком распространяться на эту тему. А ведь это волнует многих. Очень многих. Это вообще больной вопрос для Мексики. Это не является неожиданностью для сторонников НЛО, которые десятилетиями обвиняют правительство в замалчивании фактов о визитах НЛО. Засекреченные отчеты, тайные военные проекты и постоянное отрицание свидетельств очевидцев. 5 марта 2004 года. 501-е подразделение мексиканских ВВС занималось поиском очередного самолета, перевозящего наркотики. Неожиданно военные летчики стали свидетелями странных событий. ВВС Мексики патрулирует южную границу, чтобы препятствовать проникновению самолетов с наркотиками из Южной Америки. Это происходит регулярно. Они делают несколько вылетов каждый день. Но в этот день все было по-другому. В ходе дневного инспекционного полета военные заметили что-то на своих радарах. Они предположили, что это самолет наркоторговцев и последовали за ним. Наблюдая за объектом, они заметили, что скорость его движения неравномерна. Иногда она достигала более 600 км в час. В ходе преследования экипаж использовал систему инфракрасного слежения или ФЛИР. Это что-то вроде камеры. Она монтируется на самолете и служит для того, чтобы вести наблюдение не в диапазоне видимого светового спектра, как обычная камера, а в инфракрасном диапазоне. Инфракрасные объективы ФЛИРа, установленные снаружи самолета, передают сигнал экипажу для наблюдения за тем, что происходит в реальном времени. Однако, приблизившись к загадочному объекту, патруль так и не смог ничего зафиксировать. И это окончательно деморализовало летчиков. Все время, пока они летели в направлении объекта, военные смотрели прямо по курсу, поскольку радар указывал именно это направление. Но они так ничего и не обнаружили. Вскоре выяснилось, что топливо у патруля на исходе, и продолжать погоню возможности нет. Военные направились обратно к базе, а неизвестный объект скоро исчез с радара. Но это было только начало. Оператор системы ФЛИР продолжил наблюдение и обнаружил яркие огни, которые появились на уровне облаков. То, что неожиданно появилось на ФЛИРе, не было просто световым шаром. Периодически можно было видеть, как по крайней мере 11 объектов плавно летят сквозь облака. Члены экипажа были слегка испуганы. Они не могли понять, что происходит и с чем они столкнулись. Это был опытный экипаж, который летал в этом районе ранее. Систему ФЛИР они использовали уже почти два года. Но в тот день, как показывает заведение, без переговоров в кабине, даже самые опытные пилоты занервничали. Пристегнуть ремни безопасности! Давай-ка посмотрим! Да ладно, не пугай меня! Экипажу казалось, что объекты не просто летят рядом, а постепенно окружают самолет. Оно движется на нашей высоте, это невозможно! Дептельмены, мы не одни! Да мы не одни, это верно, но, блин, что это такое? Они окружают нас! Затем световые шары неожиданно исчезли, а испуганные и озадаченные члены экипажа вернулись на базу. На протяжении последующих нескольких недель мексиканские военные проводили расследование этого инцидента. Членов экипажа опросили. Все их показания тщательно проанализировали. Однако ответы так и не были найдены. Казалось, этому случаю была уготовлена судьба неразрешенной загадки, но один телефонный звонок изменил все и стал поворотным пунктом в истории НЛО. Мне позвонили и сказали, у нас есть то, что может вас заинтересовать. Ну, наконец-то! Мексиканский тележурналист Джайме Муасан является одним из виднейших экспертов в области расследования случаев появления НЛО. Впечатляющее резюме Муасана привлекло внимание мексиканского правительства, и оно обратилось к этому гражданскому репортеру с просьбой о помощи. Пойдя на беспрецедентный шаг, секретарь Министерства обороны Мексики передал в руки Муасана секретную видеозапись. Он дал мне эту пленку и сказал, пожалуйста, будь беспристрастен по отношению к военным, будь честен по отношению к пилотам, будь добрым по отношению к народу, проведи расследование. Отныне ты уполномочен провести независимую экспертизу. Муасану предоставили полный доступ к записи переговоров во время полета, сводкам погоды, и, что самое важное, ему дали возможность встретиться с членами экипажа. Я беседовал с этими пилотами впервые в истории Мексики. Они рассказали мне все, что видели. Они были предельно честны и искренни, и я верю им. Честное слово, я не понял, что я видел. До этого момента я ничего подобного не встречал в моей жизни. Вы знаете, это было что-то удивительное, и я немного испугался. Мне, конечно, стыдно за это, но это правда так. Мне было страшно. 11 мая Муасан собрал пресс-конференцию, чтобы ознакомить общество с полученной им информацией. Скептикам не понадобилось много времени, чтобы разоблачить теории уфологов. Их объяснения, как всегда, были весьма прозаичными. Говорили о шаровых молниях. Одна теория была связана с засекреченными военными разработками, и это было любопытно. Некоторые скептики и противники теории НЛО предположили, что это был сбой оборудования. Объяснения появлялись одно за другим и так же быстро отпадали. Лишь одно из них заслуживало особого внимания и вызвало немало споров. Многие ученые предположили, что на пленку засняли горение нефтяных скважин, которые расположены примерно в 100, в 120 километров от места наблюдения. В инфракрасном диапазоне они казались сверкающими, раскаленными объектами. Конечно, невооруженным глазом они не видны, но в том и состоит назначение систем ночного видения, чтобы вы могли видеть тепловой отпечаток предметов. Неужели съемки системы FLIR действительно зафиксировали горение нефтяных скважин? Многие имеют сильные сомнения на этот счет. Первое, что мы сделали, проанализировали эти огни на предмет их формы, чтобы определить, как она менялась от кадра к кадру, от минуты к минуте. Если эти огни, как утверждают скептики, были горящими нефтяными скважинами, то пламя на записи должно было пульсировать, но использование компьютерных программ для детального просмотра этих огней выявило совсем другой эффект. В пределах отдельных кадров свечение по краям теряет интенсивность, но в центре всегда присутствует элемент, который не меняется абсолютно. Это шар, сфера, и вероятность, что это пламя, исключена. Если бы это было пламя, оно бы пульсировало. И не только по краям, а по всей площади объекта. Так что решайте, что это, сами. Против теории о пожаре на нефтяных скважинах говорит и тот факт, что хотя полеты в этом районе совершались ежедневно, никто раньше не сообщал о наблюдениях такого рода. Единственным способом что-либо доказать наверняка было бы повторение полета при тех же условиях, по тому же маршруту, с использованием той же системы FLIR и желательно на том же самом самолете. Пока это не будет сделано, происшествие с экипажем самолета мексиканских ВВС останется неразрешенной загадкой. Но для исследователей НЛО это не умаляет исключительной значимости данного происшествия. Впервые правительство обратилось к уфологам за помощью. Мексиканские исследователи НЛО не теряют оптимизма и считают, что этот инцидент может стать знаком новой эпохи гласности в сфере НЛО. Я думаю, что нас ждут многие, многие новые появления НЛО. И, надеюсь, большая открытость властей в отношении этих фактов. Ведь мы, мексиканцы, очень хотим этого. Это было только начало. В 2005 году, когда казалось, что самые странные вещи в Мексике уже произошли, случилось невероятное. С 1991 года мексиканские очевидцы отсняли на видео сотни часов материала, по их мнению, запечатлевшего появление НЛО. Некоторых удивляет само количество этих съемок, но еще важнее то, что они в себе содержат. Из всех этих тысяч, да что там тысяч миллионов видеозаписей, которые имеются в нашем распоряжении, на большинстве сняты воздушные шары, самолеты, звезды и прочая ерунда. В общем, заблуждение. Искренние заблуждения. Вероятно, всего лишь 10 или 15% из них полезны. Именно эти 10% притягивают к себе внимание уфологов и представителей средств массовой информации. Среди самых интересных явлений НЛО, зафиксированных на видео, так называемые флотилии. А мы называем флотилиями группу, содержащую более трех объектов. Флотилии могут двигаться горизонтально или вертикально, образуя очень странные формы, такие как бумеранги, сферы, диски. 10 июня 2004 года. Гуадалахара, Мексика. Фотограф-любитель делает снимок объектов неизвестного происхождения, находящихся в небе. 21 июня 2004 года. В 480 километрах от Гуадалахара, в Куэрноваке, Мексика, на пленку фиксируется еще одна флотилия. 30 марта 2005 года. Почти 960 километров к северу. В Торионе еще более необъяснимые объекты наводняют небо. 11 апреля 2005 года. 800 километров к югу, Мехико-Сити. Небеса над столицей кишат загадочными летательными аппаратами. Я думаю, что таким образом кто-то пытается установить с нами контакт. По-моему, они пытаются передать нам некую информацию. Ну вот в Англии они, например, оставляют круги на полях. А у нас другим способом. Скептики отрицают существование флотилии, считая их ничем иным, как метеозондами или птицами. Однако лучше один раз увидеть все своими глазами. Появление флотилии в июне 2005 года заставило людей поверить в НЛО. Один из недавних визитов состоялся здесь, в Ксалапе, в Верокрус. Это очень интересно, потому что очевидцами были люди очень высокого ранга. 24 июня 2005 года. 10.30 утра. Проводится публичная церемония вручения новых патрульных автомобилей местному отделению полиции. Присутствуют мэр Фидели Рара Белтран, высокопоставленные полицейские чины и представители местных СМИ. Через несколько мгновений после того, как мэр закончил свою речь, в толпе раздались крики «НЛО! НЛО!». Все присутствующие с изумлением обнаружили, что над их головами парят загадочные объекты. В качестве одного из главных очевидцев выступает губернатор Ксалапе. Все эти газеты опубликовали сообщение об этой новости на следующий день, и она стала распространяться по всей Мексике. Все прочитали эту газету. Несколько дней спустя пресса сообщила, что так называемое НЛО на самом деле были воздушными шарами, которые запускали дети из местной школы. Но это объяснение лишь провоцирует новые вопросы у сторонников НЛО. Если это были воздушные шары, то почему они висели в небе неподвижно в определенном порядке на протяжении более получаса? Как утверждает свидетель, это было нечто большее, чем просто 14 сферических объектов, переливающихся разными цветами в небе. Они образовали треугольное построение и оставались в таком положении 30 минут. Я думаю, что это выдающийся случай, потому что при этом присутствовали сам губернатор со всеми своими советниками и даже полицейские. Как вы докажете губернатору, что он не видел ничего странного, а? Попробуйте, попробуйте. Сами увидите, что будет. Именно этим явлением и была посвящена встреча специалистов по НЛО и многочисленных энтузиастов. Они съехались со всех уголков Мексики, чтобы обсудить бум свидетельств посещения страны пришельцами. По мнению этих мужчин и женщин, имевшие место контакты заслуживают пристального внимания и разъяснения. Среди рассмотренных инцидентов предполагаемое столкновение самолета с НЛО в 1974 году недалеко от Каямы, Мексики. Когда погибли члены мексиканского конвоя, американские военные прибыли на место аварии, завладели объектом и все переправили к себе. Штаты. Вся эта информация довольно скудная, однако некоторые данные, относящиеся к этому случаю, дают возможность предполагать, что там действительно что-то произошло. Может быть, может. Сейчас, три десятилетия спустя, в истории крушения в Кояме по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Существуют ли факты, которые помогли бы нам разобраться в этой тайне? Сегодня любой заинтересованный в расследовании журналист или профессионал мог бы за день выездной работы все там разузнать. Поехать в этот городок, выявить всех очевидцев, подробно расспросить их, заплатить кому надо и суммировать факты. Хотя заплатить придется щедро. Это дело требует более тщательного изучения и совместных усилий ученых и экспертов по НЛО, как в Соединенных Штатах, так и в Мексике. В общем, это тот случай, который надо изучить весьма тщательно. История с первым появлением НЛО в Мексике до сих пор пополняется новыми фактами. Я недавно был в Чихуахуа и расспрашивал об этом случае. Ходят слухи, что существуют некие фотографии, связанные с инцидентом. Мне обещали, что я получу их, но тамошние жители до сих пор боятся. Такое впечатление, что они прячут эти снимки. Прячут и боятся. Боятся чего? Крушение на ловку яме по-прежнему окутано тайной. Действительно ли это произошло в Мексиканской пустыне более 30 лет назад? Стала ли мексиканская поисковая команда жертвой неведомого биологического оружия? Возможно, мы никогда не узнаем правды. Но мы можем смело констатировать, что за последние 15 лет Мексика регулярно сталкивалась с неведомыми нам силами. Для сторонников теории НЛО это золотой век контактов с инопланетянами. А пока жители Мексики с тревогой и надеждой смотрят в небо в ожидании новых, загадочных визитов. Субтитры создавал DimaTorzok